Христианство утверждает, что человечество спасается только благодаря жертве Христовой. Вот тут-то нам и ставится вопрос. Аллах что, не мог просто спасти? Зачем вы придумали такую страшную историю? Разве Аллах бессилен? Что вы говорите? Как вы заблуждаетесь? Вот что ответить? Почему действительно Господь спас Христом, а не просто Своим всемогуществом? Что они подразумевают под спасением? Это такой внешний акт Бога по отношению к человеку. Что такое спасение? Ну, везти в рай. Но это можно взять за шкирку и посадить в рай, конечно, можно. Но разве это спасение? Христианство учат о повреждённости человеческой природы, человеческого естества. О той повреждённости, которая произошла в результате добровольного шага первого человека, который принёс эту смерть, эти страдания. Вот что явилось причиной и следствием. Добровольно, то есть сам, не по принуждению, человек пал. И вот в данном случае христианство утверждает, что и спасение возможно не каким-то внешним актом по отношению к человеку, а оно также должно носить добровольный характер. В чём же эта добровольность, интересно? Христианство говорит, что на кресте произошло исцеление человеческой природы второго Адама. Вы слышите? Целый ряд отцов пишет, как вы, может быть, помните, что он прям подчёркивает – в себе самом исцелил. Вот ту повреждённость, которая возникла в первом человеке. В самом себе, в себе самом. Прям целый ряд отцов. Прям один за другим. Не в нас. Не в нас. Это был бы внешний акт. Это было бы, если хотите, насилие, что ли, какое-то. Богу нужно добровольное отношение человека к Нему. Так вот, Христос в себе самом исцелил эту человечность. От чего? От смерти, от смертности, от тленности, от страдательности, страстности по-славянски. Вот так. Вот что сделано на кресте и в воскресении. Это произошло исцеление человеческой природы по Христе. Так, и что дальше? А дальше происходит то, что и является необходимым условием спасения человека. Теперь каждый человек может воспринять в себя своею верою, верою во Христа. Может воспринять в себя семя этой человечности, вот восстановленный, исцелённый, может принять это? Как? Через что? Мы говорим, верою. Как? Одним из таких внешних действий, которые Господь установил, и благодаря которому человек может увериться в этом, является таинство крещения. Вы знаете, целый ряд свидетельств сейчас нам... Ну, вы, может быть, помните, я вам зачитывал, когда вы были на последнем курсе семинарии, вы помните, может быть, я вам зачитывал целый ряд, говорят, семя, семя, семя даётся человеку в крещении. Вот, по-моему, так у Симеона Нового Богослова, насколько я помню, есть такие слова. Тот, кто веровал и принял крещение, и принял, когда принял крещение, тогда Бог Слова входит в крещённого, как в утробу пресноделы, и пребывает в нём, как семя. В крещении, оказывается, что происходит? Рождение семя, как зарождение человека, как человек из семени развивается и рождается, так и здесь даётся семя, только семя этой новой человечности, которая, семя, при правильных условиях жизни, то есть при правильной духовной жизни, развивается, превращается в древо, приносит плоды и питает человека в жизнь вечную. Вот, оказывается, вот благодаря чему, оказывается, спасается человек. Чем? Своим исканием ищите приоритет Царство Божие и правда Его, своим трудом правильной христианской духовной жизнью. Вот почему нужен был крест! Вот почему он нужен был! Откуда человек мог бы взять это семя? Нужно было исцелить человеческую природу! Вы скажете, а почему, зачем обязательно крестом исцелить? Почему Бог не мог дать так открыть, что можно было принять какое-то ну, таинство, и человек мог бы получить это семя? существует закон. Закон очень простой. Кстати, хочу сказать, что всё существование вот этого тварного мира, все его формы и все его законы тварного мира, этого нашего, в котором мы живём. Ведь это что это есть? Обращаю ваше внимание, что это есть? Первые слова там в Библии. И сказал Бог, да будет, и стало так. Посмотрите, что такое сказал? Посмотрите, что такое сказал. Энергия! Энергия! Божественное слово! Сказал и осуществилось! Как преподавал Максим Исповедник говорит, усиосис, осуществление, то есть, его слово осуществилось, то есть, приняло вот эту форму какую? Существующего, вот, существующего мира во всём его разнообразии. Так вот, оказывается, все законы нашего тварного мира являются чем? Словом Бога! Его энергией! Об этом очень хорошо святитель Григорий Палама говорит, да. Его энергией! И, следовательно, следовательно, эти законы неизменны. потому что Бог не может изменяться, иначе тогда это уже не Бог. Одним из этих законов, законов, которые мы наблюдаем, так сказать, постоянно в нашей человеческой жизни, одним из этих законов что является? Всё повреждённое! Неважно, какое повреждённое, для своего восстановления требует чего? Труда, усилий, подвига, иногда смерти. Видите, как герои погибали за свой народ. Даже смерти. вот, оказывается, закон нашего существования человеческого. Это закон! Нельзя исправить просто так. Сказал и сделал. Кстати, обратите внимание, в Евангелии на один из эпизодов, где евангелист всё-таки отметил, нигде не отмечает, а здесь отметил, идёт к дочери Иаира, вдруг останавливается и говорит, кто ко мне прикоснулся? Ученики говорят, рави, такая толпа тебя толкает, а ты, говоришь, кто прикоснулся? Ответ нет. Я чувствовал силу, которые вышли из меня. Хорошо обратить на это внимание. Все мы так легко относимся сотворить чудо. Раз и всё. Нет. Истинное чудо. То есть, с чем сопряжено? Это же под их восстановить надо, исцелить. Разбитый стол вот этот надо собрать, надо превратить его опять в цельный. Труд? Да. Я чувствовал силу, исшедшую из меня. Вот, оказывается, хорошо евангелист отметил этот факт. Это замечательный факт. Потом мы на чудо смотрим, как на что-то легкомысленное такое. Сказал – и всё в порядке. Помолился – и всё в порядке. А забываем, что такое помолился. А иногда молится до кровавого пота. Оказывается, восстановление, исцеление сопряжено с чем? С подвигом. Вот почему Бог в Слово воплотился, принял нашу эту повреждённость и через страдания крестные, через страдания исцелил её, восстановил её, воскресил её и таким образом дал человеку, человечеству возможность, получить семя новой человечности в себе, получить, для того, чтобы стать действительно полноценным, полноценным образом Божиим. Тогда Бог Слова входит в крещённого, как в утробу преснодевы, и пребывает в нём, как семя. Слышите, что в крещении происходит? А то это католики придумали какую-то дикую вещь! Прощается первородный грех! Да мы не виновны в грехе Адама! Но мы все несем следствие его! Так что же тогда прощаются? Следствия остаются! Мы все так же умираем! Все так же страдаем! Грех Адама нам прощается, да? Это противно всему учению Священного Писания и Святым Отцом. Пророк Иезекииль насчёт этого замечательно пишет. Не несёт на себе вины сын за грехи Отца, но каждый отвечает за свои собственные. Вот, оказывается, какое дело! Поэтому в крещении-то что происходит? Великое дело зарождения нового человека, обновлённого, восстановленного, исцелённого Христом на кресте и показавшего нам, что это за обновлённый человек во своим воскресении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok